что-то масло по-другому воняет это масло которое брал прошлый раз другой запах имеет это масло какой-то другой запах имеет и вкус другой попробовал на вкус вообще другое масло вроде все правильно наливали и коробочные даже пахнет по-другому блин а хрен знает чудеса блин я уже принципе налил элитов чего него час замаслал он моде непонятно и какое какое масло х и за и вообще вообще запах совершенно другой я хрен знает хоть старого доливай блин вообще другой запах у этого масла на вкус какой-то горькая это пластмасса огромное масло блять масла разные конечно ну хер знает что делать все равно масло с коробки полностью не сливается правильно вот это масло нового новое какое-то она другое но меняют они масло хорошо получать все равно же они это слили остатки же остались масло какого-то старого добавили этого я думаю что ничего страшного нету блять ну старое доливать масло тоже не охота старое масло есть прошлогодние ну в прошлой замены вот масло моё буш на ну воняет как это ну как у меня новое совершенно другой запах этого масла никак эти масла новое по цвету да вон она черная уже но черная ну смысл такой добивать уже не вижу который только что слил тоже черная другой запах вообще то что я слил эту масло для которая сейчас купила но вообще другое налейся надеюсь он канистры не перепутал бочкой верни вроде мы разговаривали про коробочное масло но запах другой плохо ну поехала в алмаге сегодня и канистру забыл приготовила здесь возле входа забыл у них канистры раньше были или в баклажку нет наливали ну короче ладно неважно забыл я канистру приезжая в лонмади но и менеджера то в серёге ну я ему позвонил сразу вернее он как я в карелии вот ну вот пусть поехала блоки и понял ну я бы масло есть он говорит ну да должно быть его почем не помнишь он будет 505 рублей литр и игру окей они наш было докупить вот ну поехал короче я приезжая туда там какой-то новый менеджер аккаунтом искал меня пока он там консультировался с другим но гордат вот надо учиться переискать агентов ну вот типа как там обозвали так он не мог найти потом он ищет короче кто-то ему помог ладно нашли меня в этом компьютере у нас есть как будто в канистрах если думал десятку купить и все он такой типа не нету только двадцатки я думал она разлитая в канистре по 20 литров масла думаю ладно 20 мне не надо но где-то ездить в магазин купили из-под воды но взляпу это пяти литрового я купил ну короче смотрю там капли до конца стою на стоит ему не вытащить не вытряхнут все капли воды залил вымыватель вектора капли ну чё есть балька крем это тут достану пришел туда гриба может вас есть чем промыть соляр или чё отдельный не нечем промыть эту хрен с ним давай мне двадцатку выписывает потому что груну мало ли менять если крылья доживу ли он доживется до этого момента что надо будет менять масло мне второй раз в итоге пока он убивает я могу ли блин у меня кроме счету сейчас денег столько нет у меня всего шесть тысяч говорю а там получается 11 или 12 короче я гру я потом оплачу ну и легко беру давайте половину сейчас вам 10 за 10 литров заплачут здесь потом переведу он видать ни хрена не слышал вбивает не чек наливает эту канистру 20 литров в итоге наливать надо накачивать нос с бочки я думаю они готовы взял канистру ушел время идет минут 45 на короче все это канитель там длилась ладно наливает не круче масло я я пошел год не нихуя типа давай плачу я я же только сказал что мне нету денег сейчас я все время так делал оплачивал потом забирал бланки там еще не трех дней можно оплатить не нахуй типа я бы короче нахер выливает сюда масло мне 5 литров налейте в ней все но их не канистра таро стоит 600 рублей налейте в эту канистру 5 литров нахер еще ну короче этот заход как его там зав складом пошел к новую канистру взял короче я бы пошлите помогу ну короче пришли туда и налили всегда надымит как тепловоз налили в мерочную емкость с бочкой накачал залили в канистру до 20 вот я короче собрал и 5 литров оплатил по гр-коду и все короче такая вот фигня приключилась канистру еще выехал такой думаю надо заехать гараж канистру стал звонить человеку короче забыл и вспомнил уже блин на берега когда я уже проехал там три остановки троллейбус мой елки палка ну не буду же я возвращаться думаю наверное у них есть канистры короче у них были все время канистры а в этот раз не было только двадцатки у меня сразу сказал что блять вот у нас только двадцатка емкость мы нальем сколько тебе надо в эту двадцатку я писал сказал бы так давайте мне 5 литров к чате и все я думал они готовы и запечатанные короче вот так вот все не то время у меня пролетела пока я там все это купил это масло на девятке там сидит для прямо на слосте поджимает блять поджимает 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 не имеется ему поджимает не он 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 а он он и а он решил очередной раз маникюр сделать из рестор крайне поменять сварочная вот этот вот это его подключал на 220 а он оказывается на 308 подключается я получал весь вас думаю почему греется так розетка а потом смотрю тут шильды сбоку там написано 2 380 он был по между фазами втыкается а я его втыкал 220 а он оказывается 380 2 фазы типа между варит немножко по-другому он модернизировал эту часть увеличил площадь чтобы на гайку давила полностью нигде сальника по краю сейчас хочу заварить ковши на все на сегодня тут еще долго 1 2 потом перим не знаю успею сегодня что до трех ночи сделать или нет время пол первого и дождь начался понаварил тут понасрал что-то на плавочными и на плавочными короче подлечил вроде ладно сойдет эти конечно внутренние накладки сточенные вообще вот septic style вот вот столько сточила то есть они вот такие были такой длины были вот как здесь их спилила и спилилась сварку и уже но щель тут проявилась между клыком и эти мерзлый грунт конечно вообще блеточит ужасно готово чушь делать с этим пальцем останавливать ним но и делать не делать да и блин ремкомплект бы конечно поменять бы в цилиндре было бы вообще бы офигенно но как это сделать естественно холодец какой-то надо наверно все таки загнать как он был раньше либо его прогнать максимально туда ковш поднять тогда в принципе может стрела разложиться иначе цилиндр оттуда не вытащить в общем сидел это получишься гулу опускать раскладывать иначе как иначе не вытащить я вот оттуда тяжелый просто писец и вам на улице поменять отсюда трактором взять и вытащить было бы вообще бы хорошо если бы это на улице сделать